Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте! В последнем поединке экстра лиги чемпионата Беларуси по хоккею Жлобинский Металлург проиграл Неману 3-0. Счет открыли гродненцы на 21-й минуте, реализовав булит. Затем на 25-й Неман забросил еще шайбу, а на 39-й гродненцы реализовали еще один булит, который и принес победу лидеру чемпионата. В этом году поединки национального первенства завершились. Следующие матчи стартуют с 4 января. Завершился чемпионат Беларуси по волейболу. Десятую победу в национальном первенстве одержал солигорский шахтер. У них на счету 29 очков после 10 победных игр. У ближайшего преследователя Минского Строителя 7 выигрышей в 8 поединках. Замыкают тройку сильнейших гомельская энергия, у которой после 8 матчей 6 побед и 20 очков. Завершился учебно-тренировочный сбор, который проходил в китайском Нинбо. На сбор съехались победители и призеры международного турнира Хоупс Вик из 12 стран мира. Нашу страну представлял Никон Шутов из Гомеля. На протяжении недели юные теннисисты оттачивали свои навыки с лучшими тренерами мира – Масима Константини и Джунам Цзиньюном. По окончании учебно-тренировочного сбора прошел турнир по круговой системе. Никон Шутов занял второе место, что позволит попасть в команду мира из четырех спортсменов, которая будет выступать на всех международных соревнованиях в 2020 году под флагом Международной Федерации Тенниса. Завершилось открытое первенство Гомельского центра Олимпийского резерва по конному спорту. По результатам соревнований победил участник Олимпийских игр гомельчанин Александр Фоминов. Он выступал на лошади Энджой. Второе место у минчанки Натальи Басалыга на лошади Пролеска. Третье место у могилевчанки Александры Глушаковой и лошади Браслет. Гомельчанка стала чемпионкой мира по армрестлингу. Турнир проходил в румынском городе Констанца, победителем которого стала инженер гомельского вагоностроительного завода Татьяна Калюк. Она боролась на правой руке в весовой категории до 90 килограммов. Девушка также стала серебряным призером по результатам выступлений на левой руке. В Гомеле прошел третий ежегодный турнир по фризби Линсес-Свайкап. В областной центр приехали команды со всех областей Беларуси, а также ближайшего зарубежья России и Украины. По результатам соревнований победила команда из Минска. Второе место у брещан. Бронза у сборной Беларуси, в которую вошли одиночные игроки. Гомельчане стали пятыми, однако в категории дух игры, в которой побеждает самая честная дружина, представители гомельщины стали первыми. Приехали команды с России, с Аркангельска, с Гомеля, с Бреста, с Минска. И отдельные игроки, не получилось собрать команды, приехали с Киева, с Украины. Мы выехали не сильным составом, поэтому нам подходят ребята, которые здесь играют. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова